Так, ребята, первым номером у нас, как реформисты, попытались сковырнуть правительство руками Отечества. Вторым пойдет Эсти-200, каждому новорожденному привилегированное гражданство. И третьим будет камень преткновения, как на русском канале Эстонского ТВ работать с российским гражданством. Привет! За пару недель, пока не подводились наши итоги, политический цирк страны, надо отдать ему должное, превратился в политический театр. Роль Станиславского в нем отлично сыграла партия реформы. Объясню диспозицию на пальцах. Организация Объединенных Наций подготовила миграционный пакт, документ, который устанавливает некие рамки для глобальной миграции и вводит ее в более или менее цивилизованное русло. Его надо будет подписать в декабре. А тема миграции столь деликатна, что при желании ее можно инсценировать так. Караул! Нас забоевывают мигранты! Это просекли политтехнологи партии реформ, и новоиспеченный реформист Миккельсон, бывший член Исамолита, сыграл роль закоперщика в трагефарсе под названием «Правительство нас кинуло». Расчет реформистов на то, что правительство хочет подписать пакт, а из этого можно соорудить скандал, оправдался полностью. И даже поднялся до шекспировских высот. Пока, правда, никого не зарезали, но министр иностранных дел Миксер уже грозит отставкой и вроде бы саботированием работы кабинета министров. А расчет реформистов был прост. Бросить кость правым партиям, они поднимут волну, дескать, никто нас не предупредил, что ООНовский пакт – это бомба замедленного действия под фундамент национального государства. И партия, и сама, которая в очередной раз опустилась по опросам ниже 5-процентного проходного барьера, выкатила министра юстиции Рейнселу на ласцену с лозунгом «Родина или правительству пушной зверек-пиздец». И сама, в смысле партия, так легко возбудилась еще и потому, что ее председатель Сеедер недавно предложил реформировать одной из ступеней пенсионной системы. Но реконструкцию фундаментом пенсионной системы в канун выборов нормальные политики не поддержали. А главный редактор еженедельника «Эсти и Экспресс» Эрик Мура буквально воскликнул «Сеедер и Сидерята, руки прочь от моей пенсии!». Сеедер затаился и дождался нужного момента. Что нам навязывают эти ООНовские крючкотворы? Новые миграционные квоты, которые доведут нас до рвоты? Куда смотрит регрессивная общественность? До драки пока еще не дошло. Но тут надо понимать еще одну важную вещь. Эстонии как государству надо подписать миграционный пакт ООН во что бы то ни стало. Не подпишет? И можно забыть думать о месте непостоянного представителя в Совете Безопасности ООН. А наши высшие чиновники, включая аж самого президента Шукаль Юлайт, исколесили весь земной шарик в Крифе, в Косе, благотворяя руководителей разных стран от Бурундиа чуть ли не Бацваны с просьбой проголосовать за Эстонию в пику Румынии. И вот и самолит, можно сказать, кровиночка президента нашего против нее же и попер перед выборами, чтобы выбраться из ямы не помойной, но не до пятипроцентной. Ведь подумать только, салага в партийной иерархии, партия Эсти-200 обошла по популярности старослужащую и сама. И тут удивляешься точности прогноза Юхана Киверяхка, который месяц назад предсказал им 9% поддержки. Премьер Ратас решил уступить и сама, чтобы те не развалили коалицию. А им это ох как выгодно. И это решение премьера еще и щелчок самодостаточному президенту, который уже как бы представлял себя во главе эстонской делегации в Совете Безопасности ООН. В итоге выигрыша оказалась партия Эсти-200, которая, кстати, выступила с любопытным предложением детям, родившимся в Эстонии, давать эстонское гражданство по рождению с момента их рождения, а не по натурализации. То есть приравнять новорожденных детей к, так сказать, привилегированным гражданам Эстонии. С условием, правда, что хотя бы один из родителей постоянно проживал в Эстонии до 1991 года. А это может быть первый шаг на пути и реальной демократизации, и ликвидации двухступенчатого гражданства. Сейчас ведь у нас есть граждане первого сорта по рождению и натурализованные, которые имеют разные права и обязанности. Второй скандал, затеянный реформистами, в итоге тоже связан с гражданством. Их возмутила фигура нового главного редактора этого плюс Екатерина Таклая. У нее подумать только российское гражданство – это же недопустимое явление. А ведь еще неделю-другую тому назад в прессе раздавались восхищенные возгласы. Вот, дескать, какие мы либеральные назначаем на идеологическую работу гражданина. Ах да, феминитивы, гражданку, ненавистные нам России. Вот в России, дескать, такого не допустили бы поставить на острие идеологического фронта гражданку или гражданина Эстонии. Но теперь реформисты уподобляют себя российским идеологам. Так надо понимать. При этом должен заметить, что Екатерина – человек неглупый. И, надеюсь, понимает, что должность главного редактора этого плюс для нормального человека – расстрельная. У нас в журналистике давно уже главным достоинством считается непрофессионализм человека, а его готовность крепко держать шланг и поливать из него фекалиями все, что касается России. А когда руки устанут держать это наше передовое пропагандистское оружие – воспевать наши невероятные урожаи на Ниве национальной демократии. На эту роль есть масса отличных кандидатов, но в национальном телерадиовещании почему-то решили в пользу человека, имеющего профессиональный опыт, знающего Россию изнутри и понимающего ситуацию в Эстонии. Долго ли Екатерина продержится в этом качестве – бог весть. Ей, конечно, можно пожелать удачи, но больше всего ей потребуется психическое здоровье, то есть способность реализовать свой потенциал, справиться со стрессами, работать продуктивно и плодотворно. И, кстати, правильно было сказано – почти что по такому же поводу. Денег нет, но вы держитесь. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok